В наше время исход сражения решается в воздухе. Но война на пороге своего дома — это одно, война на другом краю света — совершенно другое. Как это возможно? Для этого вам потребуется один из таких кораблей. Авианосец. В современном военно-морском флоте авианосец — это самый важный боевой корабль. Это плавучий аэропорт, город и военный корабль одновременно. Этот авианосец — грозное боевое судно и чудо техники, но его создание стало возможным только благодаря нескольким изобретениям, которые, на первый взгляд, не имеют к нему отношения — возможностям слухового аппарата. Она действительно работала. Вполне возможно, что мы останемся живы. Бумерангу. Рядовой сейлки. Такой залп уничтожил бы любую цель. Одно из самых известных достопримечательностей Лондона. Сколько энергии за короткий промежуток времени. И космической гонки. Инженерные идеи. Я нахожусь на борту корабля Её Величества Эластриес, одного из авианосцев класса «Инвинсибл» — британского военно-морского флота. Он служит плавучей авиабазой для штурмовиков «Харриер» и вертолётных эскадрильей. Поддерживать всё это в боевой готовности, находясь в зоне военных действий, — непростая задача. Когда авианосец отправляется на войну, за ним следует вся боевая группа, в которую входят эсминцы, фрегаты и корабли обеспечения. Его основное предназначение — служить аэродромом для боевых самолётов, которые наносят удары по целям противника в сотнях километров за линией горизонта. Выполнение этих задач обеспечивает команда из более чем тысячи человек, которые живут и работают в замкнутом пространстве стального корпуса корабля. Трюмы авианосца походят на трюм любого другого военного судна, но его основное предназначение отличается от них. Задача авианосца — быть постоянно готовым к взлёту и посадке своих самолётов. Это значит, что крайне важно удерживать палубу в горизонтальном положении. Я могу понять, что при посадке возникнут трудности, если корабль швыряет из стороны в сторону при сильном шторме. Но на самом деле полёты невозможны уже при отклонении палубы на 5 градусов от горизонта. Такой корабль бесполезен, если вам нужно вести боевые действия в любом месте, в любое время и при любой качке. «Эласт-3» весит 22 тысячи тонн. Это большой корабль. Но море гораздо больше. И одна из самых трудных задач — постоянно удерживать его полётную палубу в горизонтальном положении. Лучше всего это заметно с вертолёта. С воздуха открывается совершенно другая перспектива. Да, авианосец — это очень большой корабль. Но море тоже очень велико. Легко представить, что в сильный шторм волны будут бросать его из стороны в сторону. Однако каким-то образом «Эласт-3» идёт вперёд, как будто море спокойное. Как ему это удаётся? В основном за счёт четырёх стабилизаторов. Двух впереди и двух сзади. Благодаря ним корабль словно летит по воде. Их создание стало возможным благодаря бумерангу. Хью Хант, который совмещает работу преподавателя по машиностроению в Кембриджском университете и эксперта по бумерангам, покажет мне, почему. Хью, я принёс бумеранг. Ты называешь это бумерангом? Так сказали в магазине, где я его купил. Вот настоящий бумеранг. Он совершенно на него не похож. Если взять пару обычных бумерангов, таких как этот, и скрепить их вместе в форме креста, то мы получим более эффективный и интересный бумеранг, чем те, которые делали аборигены. Так, сейчас ты научишь меня, как его бросать. Мне попробовать этим? Нет, я дам тебе бумеранг для начинающих. Вот этот больше подходит тебе по размеру. Хорошо, я положу свой бумеранг и буду бросать твой. С чего начать? Я никогда раньше этого не делал. Нужно определить направление ветра и повернуться на 45 градусов от него. Бросать его надо вертикально, и бумеранг должен очень быстро вращаться. Давай, пробуй. Вот он возвращается, лови его. Я ударился. О чем ты думал? Ты не смотрел на него? Давай, я попробую еще раз, а потом спрошу у тебя, как он работает. Почему он так летит? Я не понимаю. Он ведет себя, как гироскоп. Гироскопический эффект — это интересная вещь. Любой вращающийся предмет естественным образом стремится к неподвижности оси, вокруг которой он вращается. Но бумеранг будет возвращаться только если его лопасти имеют крыловидную форму. Благодаря такому аэродинамическому дизайну его траектория искривляется при вращении в полете. Ты хочешь его бросить? Ты можешь кого-нибудь убить? Он достаточно легкий, сделан из пробкового дерева. Мне кажется, этот бумеранг для более опытных людей. Я попробую. Без аэродинамического дизайна бумеранг будет просто лететь по прямой, вращаясь в вертикальной плоскости. Кроме того, на него действует гироскопический эффект. Именно благодаря этому эффекту бумеранг обладает устойчивостью и точностью на большом расстоянии. Чем быстрее вращается бумеранг, тем сильнее гироскопический эффект. Поэтому первые бумеранги были прекрасным охотничьим оружием. Это австралийский бумеранг ручной работы. Он сделан не для того, чтобы возвращаться обратно, а для охоты. Если я его брошу, он улетит далеко, вон туда. Значит, надо выбрать жертву и бросить в нее бумеранг? Идея вот в чем. Представь, что ты голоден, и видишь стаю птиц. К ним можно подкрасться, но они улетят. Можно бросить камень, но лучше использовать бумеранг, который летит дальше за счет аэродинамической подъемной силы и врезается в стаю птиц, вращаясь сумасшедшей скоростью. Ты думаешь, что сможешь попасть им в птицу? На самом деле, я хочу просто вспугнуть птиц, чтобы они взлетели. Надеюсь, я не собью ни одной из них. Попасть им в птицу – это непросто. Попробуй. Ты попал им в дерево. Конечно, гироскопический эффект не ограничивается только бумерангами. Подержи, пожалуйста, этот поднос, а я раскручу волчок. Он стремится сохранить неподвижную ось, вокруг которой вращается. Теперь мы наклоним поднос. Волчок не отклоняется. Он вращается вокруг той же оси. Как бы мы не поворачивали поднос, волчок крутится в том же вертикальном положении. Именно это свойство позволяет удерживать полетную палубу авианосца горизонтально. Чтобы продемонстрировать этот принцип, я сделал свой собственный гироскоп. Вращающийся диск, который поворачивается в любом направлении. Главное помнить, что это движется не диск, а мы. Как и волчок, он вращается вокруг неподвижной оси, в то время как грузовик, на котором он установлен, движется. Нам кажется, что он поворачивается. На самом деле это поворачивается грузовик. А мы можем увидеть это по относительному движению диска. Иными словами, диск стремится оставаться на месте и вращаться вокруг той же оси, а мы движемся относительно него. Так как мы можем измерить границу в положении гироскопа и грузовика или корабля, мы можем компенсировать это отклонение. Здесь, на готовом к бою авианосце, гироскопический эффект имеет особое значение. Он обеспечивает устойчивость всего корабля, чтобы самолеты могли использовать полетную палубу почти при любом волнении моря. Это гироскопический отсек корабля. Очевидно, здесь находятся гироскопы двух различных типов. Саймон, я их не вижу. Я что, стою рядом с гироскопом? Да. Первый — это морская компасная система. В ней установлены два вращающихся гироскопа. Один в вертикальной плоскости, другой — в горизонтальной. При движении корабля они сохраняют устойчивость. И с помощью электрической системы мы измеряем угол дифферента, крена и курс корабля. Гироскопы на Эластриесе вращаются почти в 8 раз быстрее, чем гироскоп, который и построил я. Чем быстрее вращается гироскоп, тем сильнее гироскопический эффект. И тем он устойчивее, поэтому его показания очень точны. При килевой и бортовой качке эти данные передаются напрямую в стабилизаторы. Они соответствующим образом изменяют положение, чтобы корабль шел без качки, и полетная палуба была бы в горизонте. Благодаря древнему оружию, охотничьему бумерангу, современный авианосец может удерживать палубу в горизонтальном положении, чтобы самолеты могли взлететь в любой момент. Но как поднять в воздух эскадрилью истребителей всего за несколько минут? Эластриес — грозный корабль с мощным вооружением. В зоне боевых действий на полетной палубе кипит работа, самолеты и вертолеты готовят к боевым вылетам. Но все самолеты не могут находиться на полетной палубе в готовности к взлету. Часть хранится в ангаре под палубой, и их необходимо поднять наверх как можно быстрее. Для этого и нужны эти огромные самолетные подъемники. Один позади меня, другой впереди. Каждый подъемник весит 70 тонн и может преодолеть три уровня между ангаром и палубой всего за 36 секунд. Скорость важна, потому что на войне нужно как можно быстрее доставить самолеты на палубу и поднять их в воздух. Здесь традиционные инженерные решения оказались бессильны. Самолетные подъемники работают за счет гидравлики. Большинство гидравлических систем сами по себе обладают большой мощностью, но работают медленно, и хотя они могут поднять самолеты, это займет слишком много времени. Решение было найдено с помощью этих устройств. Может быть, они выглядят не очень впечатляюще, но эти аккумуляторы повышают давление в гидросистеме, что намного увеличивает скорость ее работы. Именно благодаря этим устройствам подъемник может быстро выполнять свою задачу. Их изобрел инженер Уильям Джордж Армстронг, живший в 19 веке. Он более известен тем, что производил пушки, но он также занимался портовыми гидравлическими кранами. Они приводились в движение водой, но магистральное давление в то время было низким и часто нестабильным. Поэтому Армстронг придумал совершенно новый способ, как создать высокое давление в гидравлической системе. Изобретение Армстронга «Аккумулятор» было использовано наиболее эффективно в одном из самых знаменитых сооружений Лондона — Тауэрском мосту. Когда Великобритания находилась на пике промышленной мощи, Лондон столкнулся с проблемой. Доки на Темзе служили базой для многих торговых кораблей, которым нужно было подниматься вверх по реке, а растущему населению были нужны мосты. Проблему можно было решить с помощью моста, состоящего из двух подъемных пролетов. По мосту могли идти пешеходы и транспорт, а когда под ним нужно было пройти кораблю, пролеты можно было развести. Каждый из подъемников на авианосце может поднять 85 тонн. Каждый из двух этих пролетов весит 1200 тонн. Скорость тоже была важна, потому что за первый год работы моста в 1894-м пролеты поднимали более 6000 раз, то есть каждые 20 минут в рабочие часы. Именно аккумулятор позволил получить необходимое для этого гидравлическое давление. В то время эти аккумуляторы были в числе самых больших из построенных Армстронгом. Но сегодня мост работает исключительно на электроэнергии. Я нахожусь в самом низу одной из башен. Над моей головой разводной пролет, по которому проложена дорога, слышно, как по ней идет транспорт. Когда мост поднимают, этот противовес на шарнире, то есть все, что покрашено белой краской, опускается в эту огромную камеру. Наверное, мне тут лучше не задерживаться. А это один из самых старых аккумуляторов, которые до сих пор находятся в основании Тауэрского моста. Я говорю «один из», потому что первоначально в гидравлической системе их было шесть. Как вы видите, они весьма велики. Каждый весил 100 тонн и должен был перемещаться вверх и вниз внутри камеры. Вот пример монументальной техники викторианских времен. Им нравились большие болты и заклепки. Хотя это изобретение викторианского периода, но используется и в современной технике. И в наше время инженеры знают, как изготавливать и применять их. Один из них — Герент Оуэн. Пришло время разобраться с аккумуляторами и узнать, как они устроены. Герент и сделал аккумулятор, хотя он выглядит просто как несколько шлангов и ножной насос. Да, это просто несколько шлангов и ножной насос, но мы также построили макет Тауэрского моста. Мы поместили ручной насос в ведро с водой, чтобы ты понял, что значит поднимать мост. Тебе досталась самая трудная работа. Представь, что приближается корабль. Начинай качать, и мы увидим, как мост поднимется. Итак, корабль приближается, и с помощью насоса мы разводим мост. Получается, я поднимаю мост. Тауэрский мост разведен. В итоге, благодаря твоим усилиям, мост открылся. Простая гидравлика — насос и домкрат, который поднимает мост. Что изменится, если использовать аккумулятор? Проблема в том, что ты поднимал мост в реальном времени, то есть так быстро, как мог качать. Вместо того, чтобы поднимать мост, ты мог накопить энергию в этом аккумуляторе. Если ты снова начнешь качать, мы можем получить то же количество энергии и сохранить ее в аккумуляторе. Начинай качать. Мы положили грузы на гидравлический домкрат, чтобы вода находилась под давлением. Достаточно. Теперь мы сохранили в нем энергию и сможем использовать ее в любое время. Мы откроем клапан, и мост поднимется. Приближается корабль, открываем клапан. То же количество энергии. Мост открывается плавно и без рывков. Но она хранилась вот здесь. Аккумулятор действительно сохраняет энергию до того момента, когда она понадобится. Именно так. Это что-то вроде гидравлической батареи для хранения энергии. Итак, аккумулятор сохраняет запас энергии, которую можно использовать в любой момент, когда это необходимо. Чем больше аккумуляторов в системе, тем больше энергии она может хранить, и тем быстрее она работает. Каждый подъемник на Эластриесе работает от четырех аккумуляторов. Они способны поднять давление в гидросистеме до 170 атмосфер. Если вспомнить о том, что давление в обычной автомобильной шине составляет всего 2 атмосферы, станет понятно, какое количество энергии в них хранится. Хотя принцип работы аккумулятора можно показать с помощью модели моста, я придумал испытание, в котором мы пойдем немного дальше. Вообще-то, намного дальше. Я собираюсь выяснить, насколько быстро я смогу двигать машину по наклоненному прицепу, используя гидравлический насос с двигателем мощностью всего в 62 лошадиные силы. Потом я заряжу аккумулятор с помощью того же двигателя и насоса. После этого посмотрим, что произойдет, когда я использую накопленную энергию. Мне потребуется батарея аккумуляторов. Здесь 6 азотных аккумуляторов современного типа. Внутри современных аккумуляторов находится баллон, похожий на очень прочный воздушный шар, который заполнен газом под высоким давлением. Когда снизу закачивается гидравлическая жидкость, баллон сжимается, накапливая потенциальную энергию. Когда требуется использовать энергию аккумулятора, открывается клапан. Сжатый баллон очень быстро расширяется до своего нормального размера, вытесняя гидравлическую жидкость под огромным давлением. Он тоже аккумулирует энергию, но здесь нет груза, который поднимается и накапливает потенциальную энергию. Вместо этого происходит сжатие. Сжатие баллона с азотом. Он стремится расшириться до полного объема и таким образом накапливает энергию. Это та же система. В первый раз мы попробуем сделать это без аккумуляторов. Да. Мне не нужно качать насос? Нет, нам просто нужно запустить двигатель. Запускайте. При помощи одного двигателя гидравлический насос создает постоянное давление всего в одну четвертую атмосферы, чтобы тянуть машину весом полтонны. Она движется, но медленно. Это то же самое, как когда я поднимал макет моста, только с помощью ручного насоса. Но если вместо этого мы зарядим аккумуляторы, то сможем увеличить давление. Возможно, что мы можем немного перестараться. Разве это не ужасно? А если мы накопим намного больше энергии, чем необходимо, и потом используем ее всю сразу? Я нервничаю, или эта машина действительно выглядит страшно? В аккумуляторах хранится много энергии, поэтому, скорее всего, риск неизбежно присутствует. Отлично, ты подтвердил все мои опасения. Всего за 10 минут зарядки аккумуляторов дают давление в 238 атмосфер. Это обеспечит мощность эквивалентной одновременной работе 23 таких же двигателей. Итак, если все готовы, начинаем. Три-два-один. Три-два-один. Сколько энергии за короткий промежуток времени. Похоже, у нас действительно получилось. Да, получилось. В интересах науки и техники я предлагаю осмотреть повреждения. Смотрите, летающая машина. Благодаря энергии аккумуляторов, которую можно истратить мгновенно. Эта машина немного помята, да? Бывает и хуже. Итак, идея, использованная в Викторианском мосту, помогает поднять современные самолеты в воздух за считанные минуты. Легко заметить, что мощные подъемники и сложные стабилизаторы являются неотъемлемой частью авианосца. Но чтобы эти самолеты летали, требуется много усилий. Некоторые потребности не так очевидны, но не менее важны. Одна из этих потребностей – вода. Конечно, не морская вода, а пресная. И на Эластриесе требуется очень много пресной воды. Эластриес использует 200 тысяч литров пресной воды в день. При таком расходе на корабле может храниться запас воды всего на два дня. Вода нужна не только для питья. Что более важно, она используется для поддержания самолетов и техники в чистоте и полной боеготовности. Три, два, один, зажигание. Именно потребность в пресной воде связывает авианосец с космической гонкой. Если трудности с пресной водой возникают посередине океана, представьте, как сложно ее найти в космосе. Именно с такой проблемой НАСА столкнулась в 60-е и 70-е годы во время космической гонки с Советским Союзом. Первые космические корабли «Джемини» и «Аполлон» брали запас пресной воды с Земли. Но для жизнеобеспечения во время долгосрочных космических полетов это было невозможно. Решение было найдено благодаря процессу под названием «Обратный осмос». Методу очистки, который позволяет получить пресную питьевую воду. Чтобы использовать обратный осмос, нужно понимать, какое давление возникает при обычном осмосе. Осмос — это движение воды сквозь мембрану. Этот процесс лежит в основе жизни на Земле. Корни растений всасывают влагу с помощью осмоса, и таким же образом все живые существа поддерживают структуру своих клеток. Если взять два соприкасающихся раствора, вода всегда будет течь из более слабого в более концентрированный раствор. Например, из пресной воды в соленую. Так работает осмос. Молекулы воды перемещаются до тех пор, пока концентрация не выровняется. Изобретатель Фрэнк Прайер придумал оригинальный способ показать это наглядно. У этих яиц нет скорлупы. Ее растворили с помощью уксуса. Осталась только пленка, которая под ней находится. Это та самая пленка, похожая на резину, которую все мы обнаруживали под скорлупой яйца. Так что осмоса не происходит. Нет. Но мы поместим одно яйцо в воду, а другое — в сироп. Оставим их там, а потом посмотрим, что будет. Хорошо, а это яйцо опускаем в воду. Вот так. А это сюда. Потом мы оставим их на некоторое время, потому что осмос — это медленный процесс. В этих яйцах будет происходить процесс осмоса? Да. Это что, рецепт? Вот два яйца, которые мы приготовили заранее. Это действительно рецепт. Посмотрите на яйцо, которое лежало в воде. Сравните его размер с обычным яйцом. Оно огромное. Именно дело в том, что вода проникла из внешней среды внутри яйца, растянув пленку до предела. Но сироп в другой банке имеет большую концентрацию, поэтому вода вытекла из яйца, и оно съежилось. Это тоже процесс осмоса, только вода вытекает в более концентрированную среду, которая в данном случае находится внутри, а не снаружи яйца. Возможно, легко понять, каким образом осмос происходит в природе, но как съежившееся яйцо может связывать авианосец с космической гонкой? В 60-е годы администрация Кеннеди попросила американских ученых разработать метод по опреснению морской воды. Первоначально его планировали использовать для озеленения пустынь, но в НАСА очень быстро поняли, насколько полезен он может быть для астронавтов. С его помощью можно было увеличить длительность космических полетов и обойти Советский Союз в космической гонке. До этого единственным коммерческим методом для искусственного опреснения воды была дорогостоящая дистилляция. Но ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новое, намного более дешевое решение. Они поняли, что молекулы воды — это самые маленькие объекты в водяном растворе. Они намного меньше частиц соли, бактерий и даже вирусов. Поэтому они создали мембраны с микроскопическими отверстиями, которые пропускали только молекулы чистой воды. Нужно было просто пропустить водный раствор через эту мембрану. И теоретически, с другой стороны, окажется только чистая вода. Но они столкнулись с одной проблемой — осмосом. Мы уже видели, что в естественных условиях вода течет в более концентрированный раствор, а не в обратную сторону. Ученые из Калифорнийского университета предлагали полную противоположность этого процесса — обратный осмос. Им нужно было физически прокачивать более концентрированный раствор через мембрану, преодолевая давление естественного осмоса, которое направлено в другую сторону. Хорошая новость для людей на авианосце — в том, что вода повсюду вокруг них. К сожалению, это не пресная вода, которая необходима для обслуживания самолетов и пригодна для питья. Итак, с помощью этого устройства можно получить пресную воду. Это невероятно. Каким образом? Давайте посмотрим. Здесь используется вот эта мембрана. Вот это да. В ней нет отверстий. Их невозможно увидеть. Но они там есть. В ней множество отверстий? Да, множество. А насколько они малы? Диаметр этих отверстий — 0,5 нанометра. Толщина волоса — 72 тысячи нанометров. Размер бактерии — 10 тысяч нанометров. Вируса — 100. А эти отверстия — полнанометра. Они очень-очень маленькие. Итак, эту мембрану сложно изготовить, но когда она готова, мне придется поверить тебе на слово, что в ней множество отверстий. Внутри она свернута в виде катушки. Нужно создать давление с одной стороны и прокачать сквозь нее воду. Чтобы смоделировать проблему, которая стоит перед командой Эластрииса, мне нужно приготовить искусственную морскую воду. Отвратительный вкус. Это соленая вода. Вряд ли ты сможешь выпить много такой воды. Конечно, нет. Давай превратим ее в питьевую. Давай поставим ведро на пол, где оно не будет мешать. Представим, что это морская вода. Мы поднимаем и опускаем ручку насоса каждые 2 секунды. Отсюда будет вытекать пресная вода. Ты держи трубку, а я буду качать. Вверх и вниз. Ты видишь, вода вытекает из этой трубки. Я понимаю, как можно использовать этот метод на авианосце, но никак не могу забыть о том, что в космосе не так много морской воды. На самом деле, в космосе очищается не морская вода, а моча, потому что вода там на вес золота. Значит, сюда можно залить собственную мочу. Спасибо, что не заставил меня это делать. Это одна из тех вещей, которые хороши в принципе, но их не хочется делать самому. Думаю, достаточно, чтобы попробовать. Правда? Итак, мы получили питьевую воду из раствора соли. Пожалуйста, угощайся, я тоже попробую. Спасибо, твое здоровье. Выглядит хорошо. Попробуй первым. Ну как, давай. Так. Ну что же, за тебя. Поехали. Ну как? Насколько я могу определить по вкусу, это просто чистая вода. Это удивительно. Мы получили чистую воду из отвратительного раствора соли с помощью двукратного осмотического давления. Вода прошла сквозь мембрану, а соль осталась. Это очень, очень умное изобретение. Итак, метод обратного осмоса работает и используется для опреснения с 60-х годов. Но к тому времени, когда НАСА создала работоспособную систему для использования в космосе, они уже отправили человека на Луну. Однако сегодня она используется на Международной космической станции. А на Эластриесе — это единственный способ произвести 200 тысяч литров пресной воды, которые необходимы ежедневно. Итак, благодаря космической гонке и тому факту, что на Луне не продаётся вода в бутылках, матросы на авианосце Эластриес могут пить пресную воду. Но это военный корабль, и пресная вода не защитит его от направленной на него ракеты. Для защиты от агрессивных действий противника авианосица располагает обширным арсеналом средств. Любой спортивный тренер скажет, что для победы в матче нужно одинаково хорошо играть и в обороне, и в нападении. То же самое можно сказать и об авианосце. В боевом походе ему нужна серьёзная защита. Оборону на дальних подступах обеспечивают самолёты авианосца. Если враждебная цель не будет сбита, корабли сопровождения боевой группы выпускают противоракеты. Если противоракеты не помогут в непосредственной близости в ход идут тепловые ловушки, дипольные отражатели и другие ложные цели. Но что, если все эти средства защиты не смогут остановить ракету? Последней линией обороны служит вот эта пушка. Если её придётся пустить в ход, и она промахнётся, это может означать гибель для авианосца и всех людей на борту. К счастью, это необычная пушка. Этот комплекс вооружений под названием «Голкипер» предназначен для уничтожения любых целей, которые преодолеют остальные средства обороны. Он сможет отслеживать до 30 целей и располагать их по приоритетности и сбивать при помощи 30-миллиметровой пушки «Гатлинга». Но самое главное в том, что он полностью автоматизирован. Без оператора «Голкипер» действует быстрее и точнее. На «Эластриесе» установлено три таких комплекса, которые обеспечивают защиту на 360 градусов. Но у этой грозной машины весьма скромные корни. Своим появлением она обязана 26-летнему лавочнику и рядовой сейлке. У Николая Томасина Фостера из Королевского сельскохозяйственного колледжа есть копия рядовой сейлки 18 века. Это было первое устройство, с помощью которого можно было пахать и идти боронить одновременно. Это очень умная машина, способная выполнять несколько функций одновременно. Самая главная ее часть – это семенной ящик. Давайте на него посмотрим. Это семенной ящик. В его дне расположено очень простое дозирующее устройство. Давай остановимся. Посмотрим на его модель, которую мы подготовили в разрезе. Здесь находится простой дозатор. Это ось для колес. При повороте на одну шестую часть из ящика высыпается индивидуально отмеренная доза семян. Вот так. Видишь? Можно посмотреть. Значит, вот как она устроена. Когда колеса поворачиваются, за счет силы тяжести семена высыпаются в эти прорези. Это индивидуально дозирующее устройство. И оно очень-очень простое. Николай, твоя лошадь заскучает. К началу 19 века рядовые сейлки произвели революцию в сельском хозяйстве Америки. Лавочник усовершенствовал ее конструкцию, добавив к ней шестерни и сделал на этом состояние. Но он прославился не этим. Через 18 лет, во время гражданской войны в Америке, чтобы уменьшить количество солдат, необходимое для боя и за счет этого снизить потери, лавочник изобрел пушку, которая вошла в историю. Он видел, с какой скоростью и легкостью семена высыпались из ящиков на сейлках за счет силы тяжести и заменил семена пулями. Простота и скорость подачи пуль были важны, потому что мистер Гатлинг изобрел пулемет. Да, все верно. 26-летнего лавочника звали Ричард Джордан Гатлинг. Он считается отцом пулемета и создателем пушки Гатлинга, названной его именем. Питер Смизерс, старший куратор по историческим видам оружия в Королевской оружейной палате, где находится один из первых образцов пушки Гатлинга. Это морская пушка Гатлинга калибра 0,65. Она установлена на тяжелом основании, которая крепилась болтами к палубе корабля. Ее легко можно было поворачивать с помощью ручки с задней стороны. Мне кажется, она огромная, она очень тяжелая, в ней много металла, правда? Эта морская пушка была изготовлена через 11 лет после первого образца Гатлинга, что удивительно, ее создал Уильям Джордж Армстронг, о котором мы уже рассказывали как об изобретателе аккумулятора. Это удивительная связь инженерных идей. Армстронг внес изменения в первоначальную конструкцию Гатлинга, особенно в том, что касается механизма заряжания. У первой пушки Гатлинга, запатентованной в 1862 году, сбоку был обычный ящик, в который можно было вручную загружать патроны. Это объединяет пушку с рядовой сейлкой, которая тоже работала за счет силы тяжести. Патроны засыпали в ящик, и оттуда те поступали в пушку. Да. Пушка Гатлинга работала за счет простой механики, и поэтому была очень удачным оружием. Какая у нее была скорострельность? Свежий стрелок, возможно, смог бы вести огонь со скоростью 400 выстрелов в минуту. Но это утомительно, потому что механизм тяжелый, и я думаю, что в среднем можно говорить о 200 выстрелах. 130 лет спустя самой современной версией пушки Гатлинга является пушка системы Галкипер. Возможно, ее характеристики лучше, но в ней используется все та же многоствольная конструкция, что и у оригинальной пушки Гатлинга. На Эластриесе эту пушку обслуживает и заряжает инженер по вооружению Гарри Фентон. Конечно, это учебный патрон, потому что я не могу дать тебе настоящий. А мне и не нужно. Он просто огромный. Эти патроны загружаются сюда, а потом подаются в пушку. Суть в том, что она может стрелять очень быстро. С какой скорости? Скорострельность 4200 выстрелов в минуту, то есть 70 в секунду. 4200 таких патронов в минуту, 70 в секунду. Правильно, в воздух. Она может полностью уничтожить любую цель, ракету или самолет. Итак, в этой пушке сочетается способность выпустить в воздух невероятное количество пуль и высокая точность. Компьютеры и система наведения позволяют расставить цели по очередности и выбрать цель, после чего пушка выпускает по ней целое облако пуль. Страшное оружие. К сожалению, хотя их вполне можно понять, военные не разрешили мне пострелять из галкипера. Вместо этого я приехал на этот большой, глубокий и безопасный карьер, чтобы лучше понять сочетание двух этих качеств — огневой мощи и точности. Дэйв Уоллс занимается проектированием и производством мощных снайперских винтовок. Он привез сюда несколько штук, чтобы я попытался смоделировать действия галкипера. Это наша полуавтоматическая снайперская винтовка АС-50, 50-го калибра. Это винтовка для поражения боевой техники вертолётов, легко бронированной техники и так далее. С какого расстояния эта винтовка стреляет точно? Минимум 2000 метров. Итак, значит, самое главное — это точность. Давай посмотрим, насколько она точна. Очень мощное и очень точное оружие. Этого нельзя отрицать. Но нам нужно каким-то образом объединить точность и мощность со свойствами дробовика, когда оружие выпускает много пуль одновременно. Правильно. Сколько у тебя здесь винтовок? В общей сложности пять штук. Думаю, этот эксперимент можно развить. Мы пригласили ещё нескольких стрелков. Приготовиться! Огонь! Дэйв, думаю, ты согласишься, что сочетание точности, мощности и простого количества пуль было очень эффективным. Мне кажется, этот залп точно доставил бы кому-нибудь неприятности. И этот эксперимент — хорошая демонстрация того, как действует галкипер. Всё дело в точности, мощности и количестве пуль, которые можно выпустить одновременно. Такой залп уничтожил бы любую цель. Галкипер стреляет со скоростью в три раза больше скорости звука и может уничтожать цели на расстоянии до двух километров, то есть буквально за пару секунд до попадания. Итак, благодаря молодому лавочнику и рядовой СЛК «Ластриэс» получил надёжное средство защиты от выпущенных противникам ракет. Здесь, в командном пункте авианосца, моряки постоянно следят за присутствием потенциально враждебных целей. Они всматриваются в экран, появление точки на котором говорит о том, что рядом находится какой-то объект. Но есть опасность, которая может остаться незамеченной, пока не будет слишком поздно, даже когда используются такие высокие технологии. Это оружие, которое немцы использовали с большим успехом во время Второй мировой. Магнитные мины. Мощные заряды взрывчатки, скрывающиеся на мелководье. Магнитные мины взрывались не от соприкосновения с кораблями. Они срабатывали от изменения в окружающем магнитном поле. Обычно они происходили, когда над миной проходил большой металлический объект, например, корабль. Конечно, это не настоящий корабль, это моя радиоуправляемая модель авианосца. Но с ее помощью я смогу показать принцип их действия. Потому что я установил в этом надувном бассейне магнитную мину. Чтобы смоделировать магнитное поле стального корабля, я прикрепил к деревянной модели магниты. Итак, мы отправляемся в плавание. Да, магнитные мины действительно были большой проблемой. Но затем военно-морскому флоту улыбнулась удача. Мину, сброшенную в Темзу на парашюте, заметили. Это был тот самый шанс раскрыть секрет смертоносного оружия Гитлера. После отлива офицер, вооруженный наспех, изготовленными немагнитными инструментами, обезвредил смертоносное устройство. Задание было успешно выполнено. Магнитный взрыватель в срочном порядке отправили на рентген. На следующий день специалисты флота раскрыли его секрет. Найденное решение было основано на изобретении, не имеющем никакого отношения к минам, слуховом аппарате с индукционной петлей. В 1937 году русский инженер по телефонной аппаратуре Иосиф Поляков придумал новый способ помочь людям с дефектами слуха. Он создал самый первый слуховой аппарат с индукционной петлей. Он позволяет людям с нарушениями слуха слышать звуки четко и громко. И сегодня такие системы используются во многих общественных местах. Принцип их действия основан на взаимодействии электричества и магнетизма. Микрофон преобразует звук в электрический ток. Этот электрический ток проходит через проволочную катушку. Ток естественным образом создает магнитное поле. Это и есть индукционная петля. Любая приемная катушка, помещенная в это магнитное поле, преобразует его обратно в соответствующий электрический ток. После усиления первоначальный звук может слышать любой человек с катушкой, то есть слуховым аппаратом, если он находится в зоне действия магнитного поля. Но как устройство, предназначенное для помощи слабослышащим, может защитить от взрыва мины? Вообще-то оно этого не делает. С его помощью можно сделать невидимым весь корабль, по крайней мере для магнитных мин. А это очень важно. Аластер Балантайн, инженер-электрик. И сейчас он покажет мне, что именно происходит на корабле. Итак, это модель огромного авианосца, металлического корабля, который проходит над магнитной миной. Мы знаем, что тогда произойдет, как это предотвратить. Когда через катушку проходит ток, он генерирует магнитное поле. Чтобы нейтрализовать магнитное поле, генерированное магнитами, нам нужна просто катушка, по которой идет ток. Это тот же принцип, который Пеляков использовал в своем слуховом аппарате с индукционной петлей. С его помощью создается наше собственное магнитное поле. Но чтобы корабль стал невидимым для магнитных мин, нужно создать поле, которое нейтрализует естественное поле корабля. Все, что нам нужно, пропустить электрический ток сквозь катушку и сгенерировать магнитное поле. Корабль не станет невидимым для наших глаз, хотя это было бы неплохо. Он станет невидимым для магнитного датчика, и, что важнее, для магнитных мин. Все остальные корабли обладают естественной характеристикой магнитного поля, которую можно измерить во время ходовых испытаний. После этого инженеры пропускают ток через катушки внутри корпуса корабля, чтобы создать обратное магнитное поле. Оно нейтрализует поле корабля, и тот становится невидимым. Глубоко в трёме корабля генерируется ток в 200 ампер, который проходит через несколько катушек, расположенных по периметру корпуса. И, надеюсь, этот метод сработает и на моей модели авианосца. Насколько твёрдо ты уверен в успехе? Я полностью уверен. Я достал не только ещё один корабль, но и ещё одну мину. Давай устроим ему настоящую проверку. Мы благоразумно приняли меры предосторожности, удалившись на безопасное расстояние. Значит, твоя система работает, да? Она нейтрализует магнитное поле этой модели корабля, да? Под ним находится магнитная мина, да? Если я активирую мину этим переключателем, ничего не произойдёт. Я надеюсь. Мина не может обнаружить присутствие корабля, потому что твоя система нейтрализует его магнитное поле. Я зря затягиваю наш эксперимент, да? Ну да. Хорошо. Если всё получится, то ничего не произойдёт. Итак, система нейтрализует магнитное поле корабля, и мина не взрывается. Система работает. Мы знаем, что она работает, ведь такую систему устанавливают на настоящие корабли. Просто для того, чтобы это показать, давай выключим твою систему. У корабля внезапно снова появится магнитное поле, и мина взорвётся. Да. Выключи её, давай. На счёт три. Три, два, один. Она действительно работала. На военных кораблях сегодня используется тот же принцип, чтобы защитить их от сотен мин, которые до сих пор лежат на дне моря в зонах боевых действий прошлых и современных войн. И всё это благодаря Иосифу Полякову и его слуховому аппарату с индукционной петлёй. Авианосец «Эластриис» — возможно, не самый новый корабль, но он служит доказательством, что авианосец остаётся боевой платформой, не имеющей себе равных на флоте. И он не смог бы гордо рассекать волны, если бы не было бумеранга, Тауэрского моста, слухового аппарата, рядовой сейлки и космической гонки. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин.